РАДИО ШАНСОН РАДИО ШАНСОН РАДИО ШАНСО собрались. Какой же повод задаются вопросам слушатели? И для столь знаменательной встречи нужно, конечно же, раскрыть все карты. Мне кажется, на вопрос отвечает главный редактор радиошансон Рустем Ахмедшин. Ну, повод у нас, конечно, сегодня очень значимый и серьезный. Мы очень скоро, осенью 14 сентября, отправляемся в очередной бархатный круиз на фестиваль «Бархатный шансон» на шикарном, роскошном лайнере «Астория Гранда». Делаем мы это уже во второй раз, я имею в виду, отправляемся на этот фестиваль на борту этого лайнера чудесного. Причем я вот только что узнал, мне Станислав рассказал по секрету, но теперь это уже не секрет, это уже общедоступная информация. Маршрут нынешнего круиза разрабатывался эксклюзивно для бархатного шансона и для радиошансон. Поэтому это будет мало того, что сам фестиваль он такой очень эксклюзивный, такой необычный, он такой скажем так, теплый, мне кажется, аналогов просто нет. Еще и маршрут разработан, я думаю, что о маршруте более подробно как раз таки Станислав нам расскажет. Вот что касается фестиваля, то естественно, как всегда, здесь будут самые любимые артисты, самые душевные песни и, конечно, непередаваемая атмосфера, когда вы вместе со своими любимыми звездными исполнителями можете встретиться в ресторане, можете позагорать на шезлонгах у бассейна, можете вместе выйти, например, в город за покупками, там, в Стамбул, в Измир и провести вот эту неделю максимально с кайфом и максимально в звездной компании. У меня вопрос к Станиславу. Скажите, пожалуйста, из всех круизов, которые были, есть и будут на вашем лайнере, по какой шкале вы оцениваете бархатный круиз? Давайте так, из десяти. И почему? Ну, во-первых, бархатный шансон, как мы уже сказали, да, он второй раз, и помимо всех тех характеристик, которые вы уже дали на Рустам, еще надо сказать, что это традиционный круиз, потому что, конечно, в нашем мире современном два раза это уже достаточно много. Вот, поэтому я не перестаю удивляться аудитории радио шансона. И здесь вот как раз точно хочется поставить десять из десяти, потому что настолько это лояльные, преданные люди. Мы увидели, что после анонса того, что в эту дату будет бархатный шансон, еще до того, как мы с вами вместе объявили артистов, которые будут на борту, уже плавно кают было раскуплено. И та динамика бронирования и покупок, которая есть сегодня, наверное, ни в одном другом круизе этого сезона мы пока не видели еще. Вот это как бы точно десять из десяти. Есть еще свободные каюты? Есть еще возможность попасть в это незабываемое путешествие? Есть, но она уже крайне ограничена. С каждым днем. осталось, да, там буквально можно уже по пальцам двух рук пересчитать. То есть, если кто-то еще думал покупать, не покупать, если у кого-то еще были какие-то сомнения или кто-то откладывал эту покупку, там, ну, скажем, вот, ничего страшного, в июле куплю, нет, в июле уже можете не купить, не успеть. Я просто хочу поделиться впечатлением, что в прошлом году, когда уже завершался бархатный шансон, находясь на лайнере, буквально, вот мы выходим, выходим, так сказать, с путешествия, люди, наши слушатели уже готовы были бронировать следующий бархатный шансон, и это было очень приятно. Да, и классно то, что не только бархатный шансон, мы получили больше ста бронирований на другие даты, просто даже те, кто приехали конкретно на бархатный шансон, потом решили попробовать круизы еще и сами по себе в другом формате или своим близким порекомендовать и так далее. Это тоже достойно очень. Станислав, а давайте все-таки вот... Про эксклюзивный маршрут. Мне, да, я не успел, я просто вот мы со Станиславом буквально за минуту до эфира перекинулись парой слов, и мне стало интересно, а что вот, что за маршрут будет, в чем эксклюзивность этого маршрута? И как разрабатывался, тоже любопытно. Ну, здесь самое главное, что это будет маршрут с выходом в Средиземное море, да, в отличие от нашего традиционного черноморского круиза, то есть это будет проход через все проливы, конечно же, будет стоянка в Стамбуле, конечно же, будет Синоп или Самсун, это два черноморских порта, вот пока что стоит в расписании Синоп, но, скорее всего, он и останется. Вот, но самое лучшее это то, что будет Измир. Измир это большой, достаточно такой развитый город, но при этом и сочетает в себе и курортную какую-то историю, от него гораздо ближе ехать к достопримечательностям, чем из Чешмы, тем знаменитым достопримечательностям, которые в этом регионе есть, вот, поэтому мы попробуем, Измир, на самом деле, в этом году у нас всего в четырех круизах, и все эти круизы, они двухнедельные, где он есть, да, и вот Бархатный Шансон, это единственный недельный круиз, где мы предлагаем Измир, это, в общем, действительно такой эксклюзив. А какие достопримечательности, вот вы говорите, что от Измира как-то ближе и лучше доезжать до них? Ну, многие круизные компании туда совершают заходы, в первую очередь, из-за того, что там есть Афес, это достояние ЮНЕСКО, в общем, достаточно знаменитая достопримечательность, но и многое другого, и при этом еще, конечно, можно очень круто совместить пляжный отдых, да, то, что вообще круизная индустрия предлагает, по сравнению с отелем, когда ты можешь вместе со своим чемоданом проехать через несколько городов, но при этом не только полежать на открытой палубе в шезлонге у бассейна, а еще и выходя вот в таких курортных местах, например, полдня провести на пляже, что тоже достаточно хорошая история, особенно в бархатный сезон. Ну, вообще не зря говорят, что если хочешь увидеть архитектуру Древней Греции, надо непременно ехать в Турцию, а не в Грецию. Вот знающий человек говорит. Знающий человек, да, это правда, это правда. Что нас ожидает на круизном лайнере? Чем себя можно занять и на что вы лично обращаете свое внимание? Ну, в круизе бархатный шансон, конечно, эксклюзивная программа, которую, в общем-то, вы делаете для всех пассажиров, наверное, это самое главное. Вообще, во всех круизах история Гранда достаточно насыщенная и развлекательная программа, и есть чем заняться на борту. Это и огромный спа-комплекс, это и театр на 800 посадочных мест, где происходит куча разных активностей, выступлений артистов, музыкантов и так далее. Есть пять баров, есть три ресторана, есть спортзал, есть замечательно открытая палуба. Вот. В общем-то, стандартный набор любого большого морского круизного лайнера, которым, собственно, история Гранды и принадлежит. Хочется к нашим слушателям обратиться. Если вы, дорогие слушатели, в прошлом году были на бархатном шансоне и готовы поделиться своими впечатлениями, ну, выпишите, пожалуйста, номер единый смс ватсап и вейбер плюс семь девятьсот девятьсот пятьдесят пять сто три ноля. Такие слушатели есть наверняка, потому что пишут, очень активно пишут, отзываются и планируют свое путешествие в рамках бархатного шансона. Ну и самое главное, знаешь, путешествие путешествиями, ну, не будешь же сыт, не знаю, одной только культурной программой, поэтому я от тебя хочу отметить, что кормят в ресторанах Астория Гранда просто потрясающе. Повара, откуда повара? Ну, сейчас вся команда, это достаточно известная такая группа поваров, они все из Питера и работали в одной очень известной ресторанной сети, вот, и практически в полном составе перешли на борт парохода. Это, конечно, немножко другая история, потому что накормить 1200 человек там, три или четыре раза в день, это не то же самое, что... А в прошлом году они же были тоже? В прошлом году был немножко другой состав, вот, ресторан Selection, который такой небольшой, да, там остался тот же шеф-повар, а основные места питания, буфетные питания, буфетные линии в больших двух ресторанах, как раз мы дополнили команду, в общем-то, из этого же состава, которому принадлежит вот этот шеф-повар ресторана Selection. Леш, вкусно было, скажи? Очень, очень было вкусно. Твое любимое блюдо на лайнере, которое было, что ты вспоминаешь? Слушай, я барашка... Всегда разное было. Я барашка помню, барашка был просто... Да, карашечка я помню, люля помню, вкусные были. А я... Нет, самое главное, это на самом деле, вот Ярослав, он еще в предвкушении, он не знает, что нас ждет. А мы его чуть позже расспросим, что он там ждет. Самое классное, это вообще настроение бархатного шансона, и самое главное, что начинается уже все в аэропорту, когда артисты встречаются, и такие, о-о-о... В аэропорту, в Москве. В Москве, да, и настроение уже классное, и мы всей компанией едем, и хочу сказать спасибо радио Шансон за то, что объединяет артистов еще, и мы вот на корабле деваться-то нам больше некуда, мы в Москве столько не видимся, столько не общаемся, как на корабле. Вот тут мы прервемся совсем ненадолго, и Алексей Петрухин будет сразу после музыкальной паузы делиться своим впечатлением, как ему было на бархатном шансоне в прошлом году. Ой, поделюсь. ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ в КРУИЗЕ БРОНИРОВАЛИ в КРУИЗЕ БРОНИРОВАЛИ на этот год. Ждем очень-очень, мы тоже, знаете ли, ждем, и активно готовимся, и сейчас в эфире. Алексей Петрухин поделится своими приятными воспоминаниями, впечатлениями. Леш, ты в прошлом году впервые был вот на такого формата отдыхе? Вообще, знакомство с бархатным шансоном, это уже в прошлом году, получается, второй раз я и был на бархатном шансоне. А напомните, вот позапрошлый год. Напомните, первый раз. Я там был. По-моему, первый раз у тебя был в Сочи. В Сочи. В Сочи, помнишь? Да, в отеле. Да. Когда ты разорвал просто... Мы решили просто попробовать тебя послушать, и Леша стал гвоздем программы. Это было впервые. Я, конечно, слышал, наслышан был о этом фестивале. Когда меня спрашивают, узнают ли тебя на улице, я говорю, ну да, узнают, как бы. И тут я приезжаю в отель на фестиваль и поднимаюсь в ресторан, и ничего не могу понять. Со мной люди все... Алексей, можно с вами сфотографироваться? А можно с вами фотографироваться? А я не понимаю, что это такое. Я думаю, нифига себе, я что, стал суперпопулярен, что ли? Потому что я покушать не могу, со мной все хотят фотографировать. И потом я понял, что это люди приехали на фестиваль, и это вот уже, собственно, фестиваль-то и происходит. Но самое главное, конечно же, это настроение, потому что вот на неделю люди приезжают, и просто чумовое настроение, общение с близкими, с друзьями, общение с артистами. Опять же, я говорю, что уже настроение, уже в самолете у нас, у артистов, такое очень радостное, когда на лайнере все прекрасно, очень вкусно. Опять же, ресторан, это общий такой, то есть, среди артистов мы стоим, и может там женщина подойти, мужчина говорит, Алексей, а можно с вами там сфотографироваться? А можно с вами позавтракать? А что вы любите? Диету соблюсти будет там сложно, да, я уже об этом подумал. Этого не нужно делать, вообще нужно наслаждаться вкусной едой, она там действительно очень вкусная. Концерты просто потрясающие, Ярослав, выходишь на сцену, немножечко покачивает иногда. Тебя покачивало на сцене? Меня покачивало, но больше всего меня покачивало, когда... А тебя вас покачивало другого? Нет. Ну, там же, наверное, не только еда, правильно? Там много всего. Там напитки есть? Конечно, есть. Конечно, есть напитки. Ну, сцену действительно чуть-чуть покачивал, но больше всего меня покачивало, когда после меня выступал Евгений Кемеровский, я помню, и я как-то в сердцах зашел, прям такой, эх, разгуляй прям, и решил водички попить, потому что очень жарко, и что-то начинаю пить, и понимаю, ну, прям хочу облиться, прям, прям облился, я помню. Это была последняя песня, и после меня выходит Евгений Кемеровский. А я понимаю, что сцена мокрая, я думаю, ё-моё, что делать? А как-то помощник режиссёра, выпускающий режиссёр, она как-то не увидела эту историю. Я выхожу и думаю, у меня же... А Кемеровский, он же такой харизматичный, он такой, Петруха, я тебя на ремни порежу. Я испугался, говорю, девушка, смотрите, там я воду разлил. Она такая, сейчас, 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 и уходит куда-то, уходит к телефону, начинает набирать, я говорю, куда вы звоните? Ну, чтобы кто-нибудь пришёл. В общем, она сама пошла вытирать, я тоже вышел, я извинился, говорю, я тут немножечко водичку полил, в общем, помыл сцену, потому что я подумал, не дай бог, Кемеровский упадёт, это же самая дорогая уборка сцены за всю историю Лайдера, история Гранда. Что ещё хочется вспомнить? Караоке. Вот Ярослав очень любит попеть в караоке. Вот там! О-о-о, Ярослав! Я не то, что люблю, я очень много работаю, я не люблю петь, а когда бывает иногда такое, что хорошее настроение, завтра выходной, немножечко бокальчик вина там и так далее, и тогда уже начинается, да, я согласен. Вот я... Ярослав, у тебя будет прекрасная возможность принять участие в нашем караоке-конкурсе. Ну, мы так, мы перешли... А у вас честные караоке? Просто там бывает... У нас честные караоке, у нас люди... Это даже не караоке, это конкурсы вокальных данных. Это соревнования. Это соревнования. Судья, судья кто? Судья, артисты. Артисты. Твои коллеги, да. И главный редактор. И главный редактор. И это даже не песенный конкурс, это конкурс души. Потому что атмосфера, правда, невероятная, потому что, если в начале путешествия все мало знакомы друг с другом, то в финале путешествия настоящая семья. То в конце все друзья. Друзья, семья, потому что есть фанаты и поклонники, которые с года в год путешествуют на лайнере, они сделали... Они специально одежду сшили. То есть это реально фанаты бархатного шансона. Фан-клуб бархатного шансона. Наверняка они нас сейчас слушают. Ребята, напишите, пожалуйста, вы уже приобрели себе каюты? Будете вы в этом году? Мы вас ждем. Мы вас очень ждем. Да, обязательно. Причем, ты знаешь, в прошлом году мы впервые провели вот этот вот песенный конкурс среди обычных людей, которые купили каюты, приехали на бархатный шансон. И он пользовался таким огромным успехом. Ну, от желающих отбоя не было. Люди плакали в финале этого конкурса. Ну, просто уже не хотелось друг с другом расставаться, поэтому в этом году мы решили... Надо какие-нибудь призы придумать. Будут призы. Вот. А более того, да, забегая вперед, я скажу, что призы, специальные статуэтки в этом году вот впервые такое вообще случается, получат еще и артисты. Золотые статуэтки будут? Золотые статуэтки. Я пока не буду раскрывать. В смысле еще и артисты получат? Артисты получат спеца... Будут учреждены специальные номинации. Которые участвуют в караоке? Которые участвуют в бархатном шансоне? Я тоже про караоке думаю, еще и артисты получат. Нет, нет, нет. Караоке это отдельно, а артисты получат специальные награды в специальных номинациях. Отлично. В этом году это вот такое нововведение, поэтому бархатный шансон, он выходит на новый уровень. Это круто, это круто. Это очень круто. Но про караоке я бы тоже подумал, потому что там такая энергетика, там я помню... Там тоже надо призы, статуэтки и так далее. Да, да, да. Так, ну, Ярослав, мы так медленно, но верно подошли к тебе. Ты на бархатном шансоне вообще впервые? Вообще впервые ни разу не был. У тебя настолько плотный график... Я постоянно работаю, поэтому в этом году я говорю, нет, слушайте, давайте, я хочу отдохнуть немножко. Поэтому я жду отдыха от наших, скажем, наших морских гастролей. Но еще есть такое одно переживание, но я думаю, что меня оно не касается, тем не менее. Я ходил в море однажды всего лишь, переплывал Татарский пролив, а тут мы пойдем надолго, правильно? Так. Бывает такое, что у людей морская болезнь? Я боялся, что будет, и мы все боялись, что у кого-то будет, но в итоге лайнер очень большой, и, наверное, поэтому Станислав расскажет поподробнее. Станислав, расскажите, пожалуйста, особо не качает. То есть вот ты первые полчаса ты чувствуешь это покачивание, а потом просто привыкаешь к этому. А потом уже все нормально, да? А потом как на поезде, знаешь, чух-чух-чух-чух. Станислав, скажите, пожалуйста, стоит ли Ярославу переживать по этому поводу? Да нет, как и всем не стоит, конечно. Во-первых, действительно, лайнер очень большой, то есть 200 метров в длину, и у него есть стабилизаторы качки, которые там, во-первых, достаточно сильно всю эту историю практически свозят на ноль. И, наверное, у нас там за 2,5 года круизного существования вот этого проекта было там 2 или 3 случая, когда людям действительно приходилось немножко переживать. Но, как правило, естественно, капитан тоже пытается всегда обходить штормы, насколько это возможно, или какое-то волнение в море. Поэтому, в общем-то, практически себя ощущаешь, как на берегу. Более того, целый день ты стоишь в порту, ты все равно сходишь на берег, ночные переходы, которые, как бы, ты все равно не сильно ощущаешь. Поэтому, в общем, здесь точно проблем не будет. Ну, классно, значит, не зря я отменил гастроли в этом году. Очень не зря. Спасибо большое, что ты на стол поставила свой гастроли и тур для того, чтобы отправиться со слушателями радио Шансон в это путешествие, потому что слушатели тебя очень ждут на лайнере. В прошлом году группа женщин писали лично мне. Мы не поедем на Бархатный Шансон, потому что там не будет Ярослава Сумишевского. Вот я сейчас обращаюсь к этой группе женщин. Ярослав Сумишевский будет. Мы вас ждем. Да, я там буду уже точно все. У меня в графике стоит, ничего не отменяется. Так, здесь мы должны музыкально прерваться, потому что поют дорогие артисты. Песня называется «Пластиночка», «Подпевай, страна», Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин. Полезное время на радио «Шансон». Исключительно по большой любви создаются такие фестивали, как «Бархатный шансон» с 14 по 21 сентября из Сочи в Турцию и обратно отправляемся в путешествие. Сегодня в гостях участники фестиваля, причем они не только в студии радио «Шансон», но и по телефону. Дело в том, что мы дозвонились до участника фестиваля. Группа «Хорошая песня» Дмитрий Волгин у нас на связи. Да, у нас сегодня такие пионеры, скажем так, «Бархатного шансона», которые впервые будут участвовать. Это Ярослав Сумишевский, Дмитрий Волгин. Дим, привет. Это Рустем на связи. Добрый-добрый-добрый вечер от Рязани. Всем большой-большой привет. Дим, расскажи, пожалуйста, буквально вот в двух словах о твоих ожиданиях от предстоящего фестиваля, потому что ты будешь принимать участие впервые. Впервые. Да, впервые. Большое вам спасибо за приглашение. Мне очень приятно. Какие ощущения? Ощущения, что вообще вот я жду какого-то вот прям, не знаю, кайфа. Кайфа просто. Кайфануть от души, спеть, исполнить, показаться. Нам, как группе, это очень важно. Тем более с такими уже с большими молодцами, с большими молочугами. Дим, у нас вообще и вот для всех слушателей буквально тоже в двух словах рассказал. Еще один эксклюзив. Эксклюзив. Ты начинал свое время с кухни, правильно? Вы собирались на кухне и пели душ... Мы, да, кухонные, да. Вы кухонные. И мы, ты знаешь, у нас есть идея возродить эту кухню уже на фестивале «Бархатный шансон» и вечерами после концертов в такой уютной компании вместе со всеми гостями фестиваля петь душевные песни под баяной вместе с тобой. Ты согласен? Да это прям просто будет супер. Ребята, это будет так душевно, это будет очень красиво. Я думаю, прям... И вот мы мы со Станиславом сейчас тоже говорили, возможно, там даже какие-то столики, да, будут организованы, какое-то отдельное место такое. Что-то мы такое придумаем. Ну да, конечно. Чтобы всем было комфортно, уютно. Гитарочку еще подпишем какую-нибудь. Обязательно гитарочку, баян и что там, аккордеон. На чем Васин играет? На всем. На всем. Я думаю, что с удовольствием к нам и артисты присоединятся, это будет очень круто. Это будет отдельно изюминка фестиваля. А вы один баян берете? Алексей Петрухин нас на связи. Просто один Алексей Петрухин хочет порвать. Алексей, привет. Берем баян, берем точно. Я просто думаю, может, запасную еще взять на всякий случай. Просто потом в Турции мы и второй точно не найдем нигде и останемся без баяна. Может быть, два все-таки. В общем, баяна рвать собираемся, это здорово. Может, уже сейчас пойдем? Дим, спасибо тебе огромное. Гармошечку с собой еще. Бери, все, все пригодится. Кстати, нас еще слушает Афина. Давайте Афине большой привет передадим. Афина, огромный привет. Мы тебя тоже ждем. И фан-клуб тебя ждет. И фан-клуб тоже может писать. И покупайте билеты, конечно, на бархатный шансон. Так, Дмитрий, мы говорим до свидания. До свидания. Дим, мы еще созвонимся. Дмитрий, встретимся с вами, да, на бархатном шансоне. До свидания. Так. И Ярослав Сумишевский. Да, это я. Итак, твой первый круиз, чего ты ждешь. Мы уже поняли, что ты боишься качки, и ее не будет. Не боюсь, я просто на всякий случай уточнил. Мало ли, всякое бывает, чтобы ничего не испортило. Ну, чего я жду? Я жду, конечно же, шикарного отдыха, потому что, еще раз говорю, у меня очень много гастролей, я постоянно гастролирую, пою, это уже уходит в такую рутину. Я думаю, нет, ну, в этом году я точно поеду со всеми вами и буду петь себе в удовольствие. Захотел отдохнул, захотел спел, захотел пошел в коробки, чтобы все это было в таком режиме. Ну, и, конечно же, вот как вы уже сказали, Леша сказал, по-моему, да, что с начала этого тура морского все вроде как друг с другом знакомились, а в конце уже стали семьей. Вот хочется такой же теплой атмосферы, чтобы мы закончили именно, стали близкими друзьями. Со слезами потом, вы понимаете, просто... Я понял, чтобы ощущение было, как, знаете, в детском лагере, когда ты уезжаешь с лагеря, и все слезы, обязательно в следующем году вместе в этом же месте увидимся. Вот чтобы так было. Вот увидишь, вот так и будет. Я тебе обещаю. Вот это правда. Как здорово. Пока мы с вами разговариваем, слушатели пишут огромное спасибо за такую встречу, за приятную встречу. Мы всегда путешествуем с бархатным шансоном. Вот из года в год есть такая прекрасная, роскошная традиция. И из года в год бархатный шансон становится все лучше и лучше. Ведь как начинался этот фестиваль? Он начинался как просто такой небольшой слет для партнеров и друзей радио-шансон. Туда даже билеты не продавались. А в итоге это выросло в нечто вот такое грандиозное. На нескольких морях, на палубе шикарного лайнера, да еще и теперь артисты будут получать статуэтки. Зрители, которые будут участвовать и выигрывать в конкурсах, тоже будут получать ценные призы и подарки. В общем, ну, этот бархатный шансон задаст новый уровень фестиваля. Поверьте. И такой формат отдыха войдет в историю самых ярких, увлекательных воспоминаний. Это уникальный фестиваль. Такого больше нет нигде, ни у кого и не будет. У нас буквально одна минута. Давайте всех слушателей, кто еще сомневался, пригласим отдыхать на лайнере Астория Гранды. Ну да, Астория Гранды это молодой проект. То есть это всего третий сезон. И, конечно, я безумно рад, что так все сошлось, что бархатный шансон получился и в прошлом году. И в этом, очевидно, совершенно это будет супер успех. Так же, как и бархатный шансон Астория Гранды развивается. Количество и круизов, и количество пассажиров растет. В этом году план уже 44 тысячи пассажиров перевезти за весь год. Вот. Поэтому всех приглашаем. И те каюты, которые остались на бархатный шансон и на все другие круизы Астория Гранды в сезоне, пожалуйста, приходите. И мы с удовольствием покажем вам, что такое морской круизный отдых. Прекрасно. Роскошно, здорово, великолепно. Встречаемся с вами, дорогие слушатели, на фестивале музыкальном «Бархатный шансон» с 14 по 21 сентября. Спасибо, уважаемые слушатели, спасибо, уважаемые участники фестиваля, спасибо, дорогие гости. Спасибо большое, друзья. Пойдем чемоданы паковать быстрее. Бежим! Полезное время на радио шансон.